Добрый день дорогие друзья, с вами Мороз Алексей, компания Крупмонтаж. В этот раз я хочу вам рассказать о качестве и правильном монтаже гидроизоляционной мембраны. От этого много зависит в мансардной кровле. Это ключевой момент в мансардной кровле. Вот смотрите, типичная мансардная кровля, она является кровля пятой стеной в вашем помещении. Здесь, я сейчас нахожусь, здесь уже находится тепло довольно таки около 10 градусов тепла. Здесь установлены теплые полы водяные. Специально сейчас замерю, температура здесь сейчас на мансарде 15,4. Это пирометр темпров. Вот на мансарде сейчас температура вверху 15,4. Кровля даже не утеплена сейчас в этом месте, но никакого конденсата нет, никаких капель. Для чего я привел вам этот пример, потому что мы сейчас с вами перенесемся в другое место, где в принципе точно такая же ситуация, только холодный чердак и вся влагозащитная пленка покрыта конденсатором. А все почему? Потому что это супер диффузионная мембрана. А на объекте, которым я покажу, там из Аспан-Д, его поставили не к месту, поэтому он не пропускает сквозь себя пар, теплый воздух. Так я вам показываю на этом примере, что сейчас здесь тепло, нету даже утеплителя. Никакого конденсата на мембране не собирается. Ну что, сейчас переносимся на другое место, в другой объект и покажу совсем обратную ситуацию. То, что вместо супер диффузионной мембраны поставили обычную пароизоляцию. Вот такой дом у нас хороший. Второй этаж каркасный. Первый там из кирпича, из блоков. Началось уже вот в этой комнате один раз закапывало. Конденсатик. Так, а сейчас посмотреть, что тут состоит из чего. Там тоже есть пароизоляция, да? Да. А дом вообще из чего? Ну, второй этаж каркасный. Первый этаж, получается, летом они делали вот эту часть, из блоков. А это второй каркасный и крыша каркасная? Да. Второй этаж каркасный. Даже есть это для проветривания, правильно? Они сразу сделали, да, это? Да, вот так все. Ну да. Рекорд поставили тогда, когда сайдин его отбивали, а так вот дверки были, квадратные. И вот эта пленка и там в крыше, да? Да, все, вот полностью по всей крыше. Я говорю, если я вот туда залезаю, ну вот там еще крыша есть, я там тряпку могу протереть, то туда я просто физически не помещаюсь и получается там капает. Да, там такая же фигня, получается возле стены прям, ну вот вагонка на потолке и вот прям где гвоздик, прям вот из гвоздика капать начало. Да. Печально. Ну это пароизоляцию вам сделали. Вот так. Да. Сюда не идет пленка. Просто можно здесь разрезать здесь сверху вот, чтобы здесь дышало в этих прорезях, но это ну как поможет частично. Хотя у вас, ну вот окошки есть для вентиляции. А где утеплено? Крыша является уже там залезть не можем. Является пятой стеной в комнатах, там вообще это не поможет. Ну это надо, грубо говоря, всю крышу снимать вот эту пленку у меня. Да, да. Потому что вот те, кто нам строили, они говорят, ну у нас как бы на моменте вот уже с дачи дома, да, там текла, ну в санузле труба потекла. И типа вот нам то, что строители говорят то, что, мол, это из-за того, что текло, потом это то, что там фундамент типа высыхает, то, что дом высыхает, типа это через пару месяцев пройдет. Ну это понятно. Не, ну видите, вы тепло включили, тепло включили, тепло уходит. Там они брусок, или рейку, рейку поставили. Рейка вот, ну рейка вот. Ну, как доска от 25. Да, вот она. Доска, а дальше уже, ну, идет, ну, металл. Не, рейка есть, забита здесь. Да. Для продыха. Есть? Да. Есть. Рейка есть. Ну а так, по большому счету, надо менять эту гидроизоляцию, пароизоляцию. Ну, вся проблема вот только, ну, вот в этой гидроизоляции. Ну, я бы вентиляцию сделал побольше, там, эту, пятерку. Здесь у вас сейчас два с половиной вентилируется, сантиметр. Сделал бы пять. Вот. А вот у меня еще. Потом, потом у вас еще, получается, где-то теплопотери есть. Ну, некачественно утеплено, хорошо. Потом, ну, тепло теряется оттуда. И оно идет сюда, избыток тепла и, естественно, ударяет. Была бы мембрана, она бы дышала, пропускала через себя, туда в вентиляцию. Вот. А эта блокирует. И ее задача пароизоляции блокирует. И она нижняя должна быть вот здесь. Ну, если мы утепляем, она должна быть снизу. А ее поставили как основную. Вот все. Так, а вот, ну, на что менять? Ну, как, ну, что надо сюда уложить? Гидроизоляционную мембрану.